Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о первом послании апостолу Павла Коринфянам, мы обратимся сейчас к 14 главе. В 13 главе предыдущей апостол Павел говорил о том, что такое любовь, и о том, что это своего рода зерно вечности, то общее дарование духа, которое, собственно, и объединяет все различные призвания, различные дары, тот признак единого духа, который в этих разных дарах действует. Здесь, в 14 главе, он прилагает то, что было им сказано раньше, к некоторым очень конкретным вещам, происходящим в крестьянских общинах, по крайней мере, в Коринфе, но, судя по всему, далеко не только в Коринфе. И вот Павел говорит, достигайте любви, стремитесь, гонитесь за ней, старайтесь любить. Собственно, он пытается призвать своего читателя трудиться для того, чтобы достичь этой любви, и она чтобы проявлялась в духовных дарах. Не дары как таковые, а чтобы действовать любовью. И тогда уже те дары, которые дух тебе даст, вот они действительно станут твоей встречей с Богом. Особенно, говорит он, древнуть тебе о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Что он имеет в виду? Имеет ли апостол в виду что-то такое во вкусе Нострадамуса? Или это календаря инков или майя, которые там назначали на какой-то, я забыл, 2012 год, конец света очередной, и так далее. Имеет ли он в виду, что человек говорит, вот, там, через три года взорвется вулкан Папокатепетли? И, в общем, мне кажется, довольно понятно, что, конечно, нет. Павел называет пророчеством что-то другое. Он все-таки человек библейской культуры. И для него пророчество — это такое событие, когда Бог через человека обращается к людям и дает им возможность увидеть, услышать правду Божью и увидеть свою жизнь в соотнесении с этой правдой, увидеть свою жизнь глазами Бога. Это не обязательно подразумевает, что человек встает в позу у рояля и говорит так, как глаголит Господь. То есть, тебе нужно там поступить так-то. Нет, Бог уважает чужую свободу, и в пророчестве подобного не бывает никогда. Никогда. Пророчество, о котором говорит апостол Павел, это, в общем, такой дар духа, который заключается в том, что мы понимаем, каждый может быть по-своему только часть откровения Божьего, как наша жизнь с правдой Божьей соотносится, как Бог это видит. И понимаем, что каким-то вещам Бог милосердствует по снисхождению, а какие-то являются грубым оскорблением величию Божьего, какие-то привычные нам вещи, понимаете. Ну вот, мы эту запись записываем незадолго до праздника крещения Господня. Я бы сказал, что те люди, которые говорят о том, что сигать в прорубь, в крещенскую ночь, чтобы заболеть, простудиться и никак не изменить свою жизнь, это вещь не просто бесполезная, но стыдная и оскорбительная. Вот эти люди пророчествуют. А те, кто говорят, что сейчас мы все коньки отбросим и наступит конец света, ну, скорее нет. Понимаете? Ну, может быть, это только пример, не дискурсивное определение. Но важно очень понимать, что апостол вот это имеет в виду. Посмотри на себя честно, на реальность своей жизни, честно, через призму Евангелия, через призму заповедей Божьих, через призыв чтить Бога Отца и посланному Иисуса Христа, через призму любви Духа, о которой он говорил. Вот это пророчество с точки зрения апостола Павла. В первую очередь. Хотя в его время, и, кстати, в его собственной биографии тоже встречались и другие случаи. Известный пример пророка, который прикоснулся к поясу апостола и сказал, что вот тот, кому принадлежит этот пояс, его казнят в Риме. Да, так тоже бывает, но это экзотический случай. Не об этом даре пророчества говорит здесь апостол Павел. А дальше он переходит к разговору о так называемых языках, о гласолалии, о молитве языками или языками ангельскими. В наше время в церкви это, скорее всего, тоже есть, но очень глубоко скрыто, дабы не смущат никого. Потому что основная идея 14 главы первопослания Коринфянам в том, что все дары духовные должны служить к назиданию церкви, и уж во всяком случае не к смущению церкви. Поэтому трудно сказать, насколько реально широко представлены дары гласолалии в современной церковной реальности. Ну, я имею в виду православных, ясное дело. Но последние, может быть, полстолетия, а может быть и полтора столетия с момента появления синодального перевода, на самом деле. И, конечно, эти слова в первую очередь христиане относят к молитве и богослужению на родном языке и к тексту Священного Писания на родном языке. Так или иначе, апостол Павел говорит о хорошо знакомом христианам его времени явлении, когда Дух Святой по своему выбору, по каким-то непонятным, неизвестным нам критериям и принципам некоторых людей делает способными выражать свою любовь к Богу, свою благодарность, свою хвалу каким-то таким вот невербальным способом. Иногда это действительно похоже на внешне, на говорение другими языками, поэтому обычно Писание называет это языками ангельскими. Это не то, что мы с вами видим в начале деяния апостольских, когда апостолы хвалят Бога, а все окружающие слышат, что они делают это на их языках. Но, тем не менее, нечто очень похожее. Какое-то такое выражение хвалы, любви, благодарности, молитвы, поклонения, которое износится из человеческого сердца и глубже наших человеческих слов, того языка, на котором мы привыкли говорить. По-видимому, в церкви первого столетия это было вещью чрезвычайно распространенной. Судя по 12 главе, это не было обязательным, как иногда думают некоторые современные протестанты. Нет. Но распространено было чрезвычайно широко, почти в каждой общине, а может и вовсе в каждой. Да, не все, но многие славили Бога таким образом. Некоторые еще говорят о том, что обычно в этом некоторые проявления музыкальности тоже есть, но мне кажется, что для нас сейчас не так важно, так сказать, технически анализировать это явление, а важно вот что. Апостол говорит о том, что если это все на непостижимых языках, хвала, которая вырывается из человеческих уст напрямую в небо, если все это происходит без истолкования, не для назидания церкви, остается делом индивидуального благочестия, в этом нет смысла, и это не следует поощрять и допускать. Понимаете, таким образом Павел говорит вот о чем. Ты хвалишь Бога на непонятном языке, а ангельском замечательно, прекрасно, дома это делай, чтобы тебя никто не видел, чтобы никого не смутить, чтобы вошедший с улицы человек не сказал, что ты беснуешься, и чтобы не тратить время, которое есть у нас в нашем общем собрании, без назидания. Все говорит апостол, должно служить к назиданию церкви, к назиданию братьев и сестер. Поэтому его принцип, который он здесь предлагает своим читателям, если у тебя есть этот потрясающий совершенно дар Святого Духа, и ты славишь Бога так, что вот на небе слышно. И действительно, ангелы поют твоими устами, а некому перевести – молчи, молчи. Без истолкования, говорит апостол, этого делать не следует. Причем тут он оговаривается, я сам, говорит он, больше вас всех, говорю языками, или молюсь языками, пою языками, хвалю языками. Вот этими самыми глоссами. Но я лучше пять слов скажу в церкви на понятном языке, чем тучу слов вот этого самого языка ангельского. Причем речь ведь идет о подлинном даре Духа, о тех воздыханиях неизреченных, которые Дух Божий рождает в наших сердцах. Как Павел тот же пишет, мы сами не знаем, о чем молиться, Дух ходатайствует в нас воздыханиями неизреченными. Это вот те самые воздыхания неизреченные, но если они отделяют тебя от других, если ты этим не служишь другим, не служишь их назиданию, не надо этого делать. Кажется, как разве это можно каким-то образом этим управлять? Разве ты можешь сдерживать Духа, поющего в твоем сердце? Павел говорит, можешь, можешь, иначе это что-то совсем не то. Ну вот, таков смысл всего этого фрагмента. В общем, почти всей 14 главы Павел говорит о том, что если не узнают, о чем ты хвалишь, о чем ты поешь, какой в этом смысл? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Потрясающая на самом деле метафора, чрезвычайно поэтичная и очень глубокая. Вот, он говорит, языки суть знамени не для верующих, а для неверующих. В церкви лучше скажу пять слов на своем языке. Поэтому пророчество не для неверующих, а для верующих. Если кто к вам войдет, увидит, как вы поете языками, ну, скорее всего, скажешь, что вы беснуетесь. Хотя, конечно, это прям красота-красота, наверное, как та красота, которую, наверное, увидели послы князя Владимира в Святой Софии. Но лучше вы говорите правду, говорите о Боге и о любви Христовой. Вот это пророчество. И тогда действительно, говорит Павел, человек вошедший к вам, пойдет вниз, поклонится и скажет, истинно с вами Бог. Все сие, дальше он говорит, будет, когда вы сходитесь, и поучение, язык, откровение, столкование, да будет к назиданию. Но прежде чем перейти к этой части главы, второй части, 14 главы, мне кажется важным обратить внимание наше с вами на то, что сегодня гораздо важнее для нас то, что апостол говорит, ну или то, как мы можем применить слова апостола, не к молитве ангельскими языками, а к нашему богослужебному языку, который абсолютно непонятный никому. Да. И который вполне может быть охарактеризован так, как Павел говорит, неопределенный звук, неопределенный звук. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Дух мой молится, умы остаются без плода. И в общем, для апостола Павла, конечно, наша современная практика была бы абсолютным нонсенсом. Абсолютным нонсенсом. Ну, то есть, коротко говоря, вся первая половина 14 главы в приложении к нашей практике говорит о том, что мы делаем что-то совсем перпендикулярное. перпендикулярное апостолу Павлу, совсем перпендикулярное вот этому посланию. Не может быть молитвы на непонятном языке. Не может быть. Это камлания, шаманство. Это не церковь Христова. В общем, очень страшно, на самом деле, мне говорить эти слова, честно говоря, понимаете, потому что возможен ли вообще выход из этой ситуации? Ну, не мне судить. Не мне судить. Но, мне кажется, важно понимать, что вот здесь Слово Божие судит нашу сегодняшнюю жизнь напрямую и очень нелицеприятно. Во второй же части апостол Павел говорит тоже очень важные вещи. Он говорит о церковном собрании. Вот, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть что-то, что вы принесли на общее собрание. Псалом – хвалебная песня, которую вы хотите воспеть. Не обязательно речь идет об одном из текстов псалтыри, на самом деле. Это может быть хвалебный гимн, который написан христианами. Ну, как, к примеру, во времена Павла уже есть такой гимн «Восстань спящий и воскресенье из мертвых и просветит тебя Христос». Вот, хвалебный гимн или поучение, то есть ты приходишь, чтобы что-то такое рассказать. Язык имеется в виду вот эта вот хвала небесными языками, откровения, истолкования. Все это да будет к назиданию. И Павел говорит о том, что если все это дары духа и наполнены любовью друг к другу, то в первую очередь, ну, грубо говоря, не лезть поперек батьки в пекло. Не надо опережать друг друга этим. Ну, если есть пророчества, ну, хорошо, ну, произнеси пророчества два, двое, ну, в крайнем случае третий. Если первый, если второй начал говорить про рюк, что первый замолчи, таким образом Павел призывает к вниманию друг к другу, к выводу его последний стих этой главы, все должно быть благопристойно и чинно, по порядку, чинно, собственно говоря, энтакси, по порядку, вы вместе, и для вас, говорит Павел, важны духовные дарования каждого из вас, поэтому дай другому возможность сказать, дай другому возможность помолиться. Не надо, если вы собрались молиться, вот там все полтора часа монолога, особенно, знаете, в некоторых культурах люди любят поговорить длинно, да, от них же первое есть маза, вот здесь надо, конечно, себя сдерживать, значит, апостол, получается, говорит, если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, и то порознь, ну, иной раз максимум трое, а другой объясняй, а если некому объяснить, молчи в церкви, говори себе и Богу дома, да, и вот, и пророки пусть говорят двое и трое, таким образом, вот он предлагает именно такой порядок, когда ты уступаешь другому возможность послужить Богу и церкви его даром, который дан ему Богом, очень, конечно, важный и тоже на первый взгляд довольно далекая от сегодняшней реальности вещь. Еще один существенный момент, который Павел здесь вскользь в сущности, не специально проговаривает, духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. В силу каких-то особенностей исторического, наверное, культурного какого-то развития, нам иногда кажется, что обуянный Духом Божьим человек, он не может сдерживаться, он входит в транс, и независимо от того, где он находится, в каком контексте, и что вообще происходит, он будет там что-то такое нести в массы. Охватило его какое-то там вдохновение, и все, он как этот самый рупор или магнитофон, который включили, и хотя никто не собирается под эту музычку танцевать, он играет. Нет, не так. Апостол говорит, духи пророческие послушны пророкам. То есть он считает, что если Бог тебе дает некоторое дарование духовное, в том числе проявляющееся там, вот для назидания окружающих, речь идет и собственно о пророчестве, да, и о языках, о даре истолковании и так далее, вот ты в силах потерпеть, ты в силах сказать духу, да, я принимаю твое дарование и твое откровение, но сейчас не моя очередь говорить, я скажу или спою, помолюсь, когда будет моя очередь. таким образом наитие Духа Святого по мысли апостола, ну и по-видимому он же говорит об опыте своем, правда, не теоретически, не то, что он в книжках вычитал, для Павла-то, который больше всех говорит языками и пророчествует, конечно, это его опыт, так вот, он говорит, что по его опыту это не транс, это не измененное состояние сознания, не что-то такое, когда человек теряет себя, свою личность и перестает отвечать за свои действия, не какое-то своего рода духовное опьянение, а дар, который сохраняет свободу, осознанность и ответственность человека, не так, чтобы там вот приключилось с тобой наитие и ты заголосил языками ангельскими в метро, так не бывает, нет, Павел говорит о другом, это тоже очень-очень важно, таким образом получается, что те, кто обретают эти дары, кому это наитие Духа Святого дается, и рождают в них и молитву, и пророчество, и другие дары, они призваны, эти люди, не закрывать глаза на окружающую реальность, молиться, думать и служить этими своими дарами в полной осознанности и ответственности. Ну и еще одна мысль, которую здесь Павел говорит, что так бывает во всех церквях у святых, потому что Бог не Бог, не устройство, но мира. Нигде нету хаоса, или, знаете, то, что в типиконе называется безчинные вопли, там есть такая короткая глава о безчинных воплях. Не так, чтобы все собрались в храм и начали дурными голосами, еще и не попадая в музыку, верещать. Нет. Так, говорит Павел, по порядку, благопристойно и чинно у всех святых. Ну и еще здесь он добавляет, жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении. Неприлично жене говорить в церкви. Павел говорит, здесь ссылается на то, что так принято, не от вас вышло слово Божье, и не вас одних достигло. Так вот, у всех других христиан не принято, чтобы женщины говорили в церкви. Удивительно, что даже вполне достоверные и убедительные свидетельства первого столетия, говорят, что на самом деле не так это все было строго. И церковь первого столетия знает, и деканисы, пророчиц, это все, конечно, так. По-видимому, Павла, Павел говорит о вещах, которые следует соотносить тоже с его опытом, когда однажды шел он по городу и вот увидела его сидящая над сернистым источником пифия или какая-то, может, она была там больна чем-то, какие-то у нее были направлены помутнения разума у этой девушки. Помните, да, она говорила, эти люди, рабы Бога Всевышнего, Павел сказал, замолчи, выйди из него и из нее девушка тут же пришла в себя, а Павла посадили за порчу имущества. Вот, по-видимому, Павел имеет в виду вот этих самых пифий прорицательниц. Не то, чтобы женщина должна быть такое забитое существо, которое там, это, в церкви молчит, дома у мужа спрашивает, да, он опасается экзальтации, он опасается, я бы сказал, духовной нетрезвости, или скорее даже душевной, недуховной, душевной нетрезвости. Вот в чем дело, вот почему Павел пытается некоторый порядок в это внести, ну и, соответственно, он, по-видимому, не очень верит в способность женщин участвовать в этом упорядочении, женщинном церковном собрании. Ну, вероятно, какие-то для этого у Павла есть основания. Может быть, современная жизнь в большинстве случаев тоже вносит свои коррективы, но, тем не менее, вот такое резко негативное отношение Павла к экзальтации, к ликушеству, чрезмерной эмоциональности, может быть, так, в первую очередь в женщинах, но, на самом деле, это и в мужчинах встречается, хотя реже, вот его, это негативное отношение стоит увидеть и помнить. Об этом это тоже довольно поучительно. и все-таки основной вывод Павла, если вы почитаете себя пророком или духовным, ну, вы понимаете, о чем я говорю, потому что это заповеди Господни. Что же это за заповеди? Заповеди о том, что любовь к братьям и сестрам должна быть в основе всего, в основе всякого служения, в основе всяческих духовных даров. И тогда то, что происходит в церкви, становится, как пишет апостол, благопристойно и чинно. Аминь.